Девушки отдыхают 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 мертвые. Вот в ЦИК говорят, что прям истинная правда. Какие храбрые люди в ЦИКе, мертвых не испугались. А как мертвые подписываются, тетя Таня? Не знаю, крестик, наверное, ставят. Я вот советую всем ребятам учиться красиво и разборчиво подписываться, иначе вашу подпись никогда не примут за нужного вам кандидата. Тетя Таня, а какой он нужный кандидат? За кого голосовать на выборах, если тебе никто не нравится? Ну-ка, Аркуша, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. В марте ты без всяких голосований узнаешь, кто на самом деле тебе нравится больше всех из тех, кто тебе не нравится. нравится, не нравится, начальник ЦИК красавица. О, молодец, давай пять. Ага, с конфискацией. Давай лучше посмотрим, как моя подружка-пропагандуша задает вопросы своей кукле-соведущей Пикули. Давай. Здравствуйте, тетя Таня. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пригласили к себе. Здорово, что нам даже не пришлось подстраивать свой сценарий под вас. Ну ладно, пропагандуша, что ты хочешь узнать сегодня? Хм, а почему Дмитрий Медведев все еще не сменил отчество с Анатольевич на АОДКБ Льевич? Он что, поддерживает НАТО? Отлично придумала пропагандуша. Тебе нужно идти работать в Следственный комитет. А что будет с шаманом за то, что он поддерживает преступный путинский режим? Он получит в бубен. Ой, здорово. А почему Такера Карлсона не стошнило за два часа разговора с Путиным? Ну так ему было нечем. Он уже до этого сходил во вкусные точку. Понятно. Ну что ж, на сегодня все, пропагандуша. Давай прощаться с ребятами. Погоди, тут же Татьяна Лазарева. Давайте устроим АПОЖ. Нет, пропагандуша. АПОЖ уже устроил Путин в России. А нам пора идти обратно на наш канал «Разговорный жанр». До свидания, ребята. Пока. Тетя Таня? Спасибо, ребята. Бегите в свой детский садик. Тетя Таня, а вот нас ребята в комментариях спрашивают, а где же мультик в конце программы? Да, я же все время об этом забываю. А какой же мультик мы можем показать ребятам? Может быть, про кота Леопольда? Нет, нет. Там же кот Леопольд предлагает жить дружно. Да. Может, тогда жил-был пес. Ай, там про Украину все. О, волшебное кольцо! И поехали они до города Парижу! Да-да-да, хороший мультик, но там есть тема моста. Боюсь, что она будет неправильно конинка. Дед Мороз и лето! Ты что, с ума сошла? Там в конце мультика дедушку в холодильник сажают. А может, тогда про Карлсона? Ой, а это правда, что он прилетал к дедушке Путину? Нет, к дедушке Путину прилетал совсем другой Карлсон. Ненастоящий. У него даже пропеллера не было. Вместо пропеллера у него был вентилятор. Но дедушка Путин как набросит на его вентилятор всяких «как». А потом сам «как набросится на вентилятор». Да, но лучше давай послушаем песенку о том, как это было. Давай! Одну простую сказку про Рюрика с Олегом, Орду и Чингисхана хочу вам рассказать. Я сам ее придумал. А может, мне приснилось. Вот письма от Мазепы. Извольте почитать. Тетя Таня, мне кажется, дедушка Путин так ненавидел в школе свою учительницу по истории, что сейчас делает все, чтобы ей стало за него стыдно. Ну, а чтобы всем учительницам не было стыдно за своих ребят, в этом году в российских школах самым главным станет предмет разговоры о важном. А всякие там разговоры о математике, разговоры о физике, о литературе будут скоро совсем необязательными. Тетя Таня, а я смотрела Мизулину тетю по телевизору. Она там победила студента даром убеждения. Да. Ну, ты знаешь, Кваркуша, тетя Мизулина никогда ничего не делает даром. Но и по телевизору тоже врать не будут. Ой-ой-ой. Когда-нибудь. А давай сделаем зарядку. Давай. Встаньте, дети, в уголок, в уголок, в уголок. Кто не встанет, тому срок будет длинный срок. Закончили на сегодня. А в следующей передаче мы вам расскажем, как обычными ножницами перерезать родителям шнур от телевизора. И научим вас, как сделать из бумаги и скрепок самолет дальней радиолокационной разведки А-50У. В сказке можно кого хочешь выбирать. В сказке можно хоть весь день митинговать. Чтобы снова жить, как в сказке, продирай скорее глазки. Будешь спать, глупец. Всем пи-дец.